Всем привет! Кто не сидит дома, тот я. Я сейчас направляюсь в детскую поликлинику. Сегодня позвонила участковая, наш педиатр. Сказала, что назначили Ане поездку в Екатеринбург на консультацию к кардиологу. Об этом я рассказывала в наших предыдущих влогах. Пока что будет дальше, ничего сказать не могу. Поедем мы туда, либо не поедем. Не знаю, в общем, сейчас мне нужно забрать направление на эту самую консультацию. Врачи сегодня, видимо, по сокращенному дню работают, поэтому сказали приехать к половине шестого. Видимо, до шести они работают. Обычно чуть позже, часов до семи, по-моему, они. Обалдеть, сколько на улице народа. В масках, без маски, все общаются друг с другом. Я говорю, кто-то сидит дома и паникует, боится, а кому-то вообще совершенно, видимо, на это наплевать. А может и не наплевать. Может быть, просто нужда заставляет делать это. Ведь многие люди и работают, и... Ну вот, сейчас вижу, например, проезжаю. Молодая парочка вдвоем идут за ручки, держатся с собачкой. Вот здесь, возле магазина, вообще целая куча народу. Показывать не могу, потому что я сейчас буду поворачивать. Камеру в руки взять не могу. Ну, я надеюсь, вы верите моим словам народу, действительно, на улицах. Ого-го! Не ожидала такое сейчас увидеть. Ну, как раз-таки время сейчас. Люди идут с работы. Мне нужно срочно поехать в поликлинику. Так что таких, как я, я думаю, что немало. Погода сегодня то солнце, то дождь. Вообще непонятное. Холодно. Вроде бы солнышко выглянет. Ничего. Ну, все дороги мокрые. Сходила в поликлинику, забрала наше направление. Не знаю, конечно, вообще как будет. Получится ли у нас вообще туда поехать. Ну, что делать? Ехать надо, потому что... Вот Женина мама говорит, может быть, не ехать. Может быть, посидеть дома. А у меня, знаете ли, вопрос. Можно ли принимать Ане так длительно вот эти вот лекарства, которые ей назначили? И не навредим ли мы ей этим? Ну, и, конечно же, посмотреть, есть ли какие-то улучшения, либо наоборот ухудшения. Я боюсь, как бы мы не сделали еще хуже вот этим самым лечением. Поэтому я считаю, что эта консультация просто необходима. И тоже долго затягивать, но как-то совсем не хочется. Конечно, есть риск, большой риск, что сейчас эпидемия идет. У нас, кстати, в городе вчера появилась новость. Но, опять же, скажут, не давайте какой-то информации. Это предположительная информация. Мне ее тоже передали люди. Поэтому я не говорю, что это точная информация. Но говорят, что закрыли целый дом на карантин. Потому что там человека вывезли с подозрением на коронавирус. Якобы это какая-то женщина пожилая. Но, опять же, на официальном сайте говорится о том... Хотя это несколько дней назад были новости. А, где мои очки? О том, что это женщина, пожилая женщина, которая... В общем, я не буду говорить слухи, но закрыли целый дом на карантин. Вот все. Все, что я вам скажу. Конечно, видон у меня. Тут солнце слепит глаза. Потому что асфальт весь мокрый. Так, теперь мой маршрут. Я еду дальше в мультифункциональный центр для того, чтобы заказать справку. Справку о составе семьи, чтобы подать на Ксюшу документы в художественную школу. Без этой справки никак. И еще мне надо будет активировать потом этот сертификат по ФДО. Он у меня есть в электронном виде. Но я не знаю как. Никто не знает, как его активировать, куда идти. В общем, этими полномочиями, видимо, никто не наделен. Поэтому мне говорят, позвоните завтра. Мы узнаем информацию. Позвонила на сайт управления образования. Они говорят, звоните туда. Позвонила туда. Они говорят, мы ничего не знаем. В итоге на сайте управления образования говорят, ну, придут там люди еще раз. Позвоните знающие. Если не разберетесь, тогда уже будем решать вашу ситуацию. В общем, это все так надолго затягивается. А я боюсь, что вот этот вот день, когда объявят, да, когда будут брать документы. Потому что в самой школе художественной они тоже не знают тот самый день, когда же будут принимать документы. Все зависит от того, какие будут обстоятельства в городе. И, в общем, одно на одно накладывается. Я не знаю просто, как сидеть дома, когда у тебя трое детей. И тебе нужно решать вопрос о их дальнейшем обучении, о их дальнейшем отдыхе. И вообще много других о здоровье, да. И много других вообще вопросов. Я не знаю как. Я бы с удовольствием сидела и вообще никуда не ходила. Сходила вон в местный магазин, хлебушка купила и все. Да ведь нет. Так не получается. Дела они себя ждать не заставляют. Да и кушать хочется. Дети то фруктов хотят, то чего-нибудь вкусненького. Ну как вот тут? Сядешь и будешь сидеть. И грызть морковку, наверное. В общем, сейчас еду в МФЦ. Там у них обязательно условие было прийти в масках и в перчатке. У меня все это в сумке лежит. Также и санитайзеры. Все эти антисептики тоже с собой у меня. Сейчас после поликлиники тоже села, обработала руки. Но я думаю, что не имеет смысла вам этого показывать. Вы и так все прекрасно знаете. Дороги растаяли вместе со снегом. Каждый раз ездишь и ругаешься найти дороги. Вроде как в этом году обещают сделать нормальные дороги. Хуже, чем в деревне в какой-то. Чтобы проехать, это надо ужас. Сейчас притормаживаешь, практически навстречу выезжаешь. Потому что тут вообще никак не проехать. Состояние дорог вообще ужасное. Я приехала домой, ничего не снимала. Потому что мы с Анютой сели делать домашние задания. И до сих пор она продолжает это делать. Да, Аня? Да. Выполняет по информатике задание. Что отворачиваешься-то? В общем, надо тут какие-то провести. Что там надо сделать? Проведите. Перемести меня на восток, потом на юг. По буквам. По буквам джамп. Прыжок. Сидит, выполняет. По информатике. Сетевой город сегодня не работал. Учительница прислала мне по WhatsApp. Вот так вот приходится. Я говорю, там ничего не видно. Ну, что делать? У Ксюши-то стоит на компьютере WhatsApp. У Ани нет. Надо тебе тоже установить и WhatsApp. И чтобы ты могла, если что, зайти и вот так вот выполнить. Да? Да. Ксюша, что там делает? Сериал смотришь. Сериал. Что за сериал смотришь? Это с моим залом только штанчик. Ты только что начала смотреть, сама не знаю. А я до этого сериал смотрела. Ну, и Ксюша тоже его смотрела. Называется «На краю». Вообще крутецкий сериал, да? Мне понравился. Мне тоже. Я даже в конце поплакала. Так что прямо вот всем рекомендую. Классный сериал. И еще до этого какой-то фильм смотрела. Сейчас уже не вспомню. Тоже классный был. А трава под снегом. А где уже звонит? Нет, трава под снегом. Сейчас, подожди. Нет, траву под снегом мы с тобой смотрели, когда готовили. Ерундецкий такой этот фильм. Дурацкий он какой-то был. Да. А сейчас я начала смотреть сколько-то серий. Три, наверное. Посмотрела. Зулиха открывает глаза. Ну, что-то я не знаю. У меня какие-то неоднозначные такие отзывы по этому сериалу. Ну, опять же, что-то говорить, посмотрев три серии. Я думаю, что рано еще. Так что вот. А сериал «На краю» вот прямо рекомендую посмотреть. Он не помню какого года, но там про трех девочек и про вербовку трех девчонок. Не помнишь, какого он года? Мы прямо на ютубе с Ксюшей смотрели. Вводишь на ютубе на краю. И там отображается, ну, по-моему, то ли восемнадцатого, то ли девятнадцатого года, да? Не знаешь? Нет. И насчет МФЦ хочу рассказать. Подъехала я туда. Потом уже не стала снимать. Подъехала туда. На крылечке стояло человек пятнадцать. Была там какая-то дежурная женщина. Всех не пускали. В само здание. В общем, эти люди стояли. Там многие возмущались. Она то выходила, то заходила. Давала какие-то консультации. Кто-то уходил. В общем, минут десять-пятнадцать я так на улице простояла. Потом она в очередной раз вышла. И какой-то парень там подошел с телефоном. И такой раз шмыгнул. И еще девчонку за собой провел. Якобы он там с кем-то созвонился. И прошмыгнул без очереди. И, в общем, эта женщина, которая всех консультировала, пошла за ним туда. В итоге здесь, которые на крыльце люди вместе со мной стояли. Они такие, что вроде, ага, что это он без очереди зашел. В общем, человек семь-десять туда такие двери открыли, ломанулись. В общем, взлом МФЦ произвели. Но обратно они в итоге не вышли. Эта женщина успела прибежать. Двери как бы. Ну, мы, как знаете, законопослушные граждане остались стоять на крыльце. Вот кто не рискнул зайти. Потому что, ну, смысл забегать, если могут просто обратно попросить выйти. И все. В общем, в итоге вышла эта женщина. Тут у всех спросила. Говорит, кто забирать документы. Там практически все и стояли на получении уже результата. А я сказала, что я записывалась через интернет. И у меня определенное время на 6 часов. Она мне сказала номер талончика, скажите. Я сначала сказала 2407. Ошиблась. Потом она выходит, говорит, нет такого талончика. Потом снова я ей сказала. В общем, она выносит мне какой-то другой талон. Говорит, найдите талончик. Можете проходить. Я была в маске, в перчатках. Можете проходить. Но не знаю, сколько вам придется сидеть. И там номер я 111 был. В общем, зашла. Там же обычно такие лавочки с сидениями. И в каждом ряду, получается, 3 сидения. На них были наклейки. Уже не помню. Но, в общем, сюда не садиться. И одно сидение было свободно. И так вот в шахматном порядке. То есть здесь 2 справа, там 2 слева. И, в общем, вот так вот. Ну, люди там находились. В общем, я просидела всего лишь буквально, там, не знаю, минуту 2-3, наверное. Девушка меня приняла. Ну, она так сидела, возмущалась. Потому что полчаса уже до закрытия. Они до 7 часов работали. То есть вот я где-то, я груми, ну, 20 простояла. Может быть, там 15, 20, 30. Не знаю, не засекала время. И там еще пришли двое мужчин, у которых должна быть прописка. А там что-то целая толпа. И вот она сидит, возмущается. Я говорю, почему должна тут успевать? Все это не собираюсь здесь оставаться. Там прописка. За 20 минут я ничего не успею сделать. Ну, в общем, в итоге Ксюшину справку ее заказала. О прописке. И готова она будет только к концу. Что сейчас апрель? Майя? Где-то к 30 мая. То есть потому что будут сейчас праздники. И, в общем, Ксюша, если будет зачисление раньше этого срока, то мы просто-напросто не успеваем. Мне, чтобы активировать сертификат ПФДО, нужна справка о прописке. Поэтому, что делать, я не знаю. Либо на каком-то честном слове говорить, что я все эти документы донесу. В общем, я не знаю. Ксюше Велина было вообще нарисовать 5-10 рисунков для того, чтобы пройти вот этот экзамен вступительный, тестирование. Или как, я не знаю, в каком виде это все будет происходить. В итоге она тоже болта. Лежит вот сериал и смотрит. А надо рисунки рисовать. В общем, у нее какой-то творческий кризис. И она мне все время говорит, я не знаю, что рисовать. Я ее заставляю практически каждый день. Но вот с горем пополам она перспективу нарисовала линейную. И все, на этом все дело закончилось. И вот не знаю, зря я хожу или не зря. Будет ли у меня дочь ходить заниматься? Или вообще не стоит этим делом заниматься? Ездить, рисковать вот это вот сейчас. А потом через два дня Ксюша опять мне скажет, я передумала, я не хочу. Хочешь или не хочешь? Как вы опять сейчас с бабушкой-то начнете? О, да мы стараемся для тебя. Так это твое желание. Причем здесь с бабушкой-то начнете? Расстроитесь. Мы расстроимся? Я абсолютно не расстроюсь. Бабушка. Бабушка расстроится. Так желание-то, Ксюша, изъявляла же ты. Да не снимай меня. Ой, ладно, не буду. Желание же ты изъявляла, чтобы ходить заниматься. Я говорю, смысл сейчас ездить мне там попу простить и рвать ради того, чтобы ты ничего там не делала? Или сходила вон как знакомая девочка и сказала, что я час не буду рисовать, сидеть на занятии грушу? В общем, думай. Я даю тебе время до утра подумать. Я бы вообще не ездила тогда никуда. Или что? Если у тебя нет желания через силу тебя каждый день заставлять вот это вот делать, а как ты, если будешь заниматься? Есть желание, Толсо мой, ходить туда, заниматься в художественную школу? Все, плечами пожимаешь. Ну так ты сама скажи, я не хочу или я хочу? Я не знаю. Ну так вот, давай тогда думай, у тебя уже время до утра, потому что мне уже надоело эта ситуация. Я говорю, ходить вот так вот, выпрашивать, чтобы ты нарисовала. Если есть желание, значит, надо ходить. Или как, через силу, как бабушка говорит, надо заставить и следить за тем, чтобы ты ходила. Так надо? Ну можете просто. Вот скажите, как надо. Вот видите, она сейчас говорит, ну можете. Или я вообще не буду делать, или я буду без желания делать. Вот так вот. Ну двали. Что самое интересное, у нас две совершенно разные ситуации. Вот когда она находится у бабушки с бабушкой, она говорит, что я хочу заниматься. Бабушка поехала, разузнала всю информацию, взяла заявление, что надо, что не надо. Домой она приходит, она ничего не делает. Я ее все заставляю. То есть она мне говорит, что у меня нет желания. И кто из нас прав, кто виноват, то есть у кого желание-то ходить, то есть как мне ее через силу заставлять, чтобы она там ходила, занималась или как. Я вот в этой ситуации, правда, не знаю, как поступать. В общем, все равно справка заказана, сертификат, он оформлен в электронном виде. В принципе, шаги есть. На сайте школы пока еще набора не идет, но они сказали, смотрите, информацию, когда будет вестись набор и прием заявлений. Ну тут только все. От решения Ксюши зависит. Или, говорю, от нашего личного решения, как мы захотим, но как нам придется с ней воевать и бороться, и заставлять рисовать, я просто не знаю. В общем, время уже позднее. Будем ложиться спать. Какой-то день сегодня вообще не очень. В общем, ладно, всем до скорых встреч, до новых видео. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые очередные видео. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok